Музыка И с этой получится дикарь Если с этой получится культурный Иначе агрективный государство существует А если дикарь, то не существует Кто возьмет, вот это вырастет А у меня 72 года Вот, жалую Селена Александровна Запомнили? Да знаю, да Вырастите? Так, кладу на место А знаете, почему еще кладу? Никогда муравьева не обижают Главные помощники Страшная вещь, когда их объявили главными врагами садов И уничтожают Беспощадность Мечтают о биологическом оружии Дикость, дикарская Нет, мы сейчас найдем И Михаила угостим Таким, который вот самый вкусный А, пошли за Фаиной Мы Фаину вчера Пробовали Нет, мы вчера рядом Королевский пробовали Ну пойдемте, разберемся Это Королевский Но сами видите Вот такой Это дерево не полито ни разу Я поливал на выбор Еще один Королевский И вот можете мне поверить Что, а это, годом раньше они были вот такие вот плоды И ничего не могу поделать Чуть ли не оправдываюсь Что я вот такой несчастный Хорошо, что у меня даты есть на фотографиях Просто доказать Что это же дерево было Сто граммовым плодами Климатические условия данного года Сыграли роль Все же это очень легко Объяснимо Вон, Енисей пуст Дождей не было И нет Пару дождей со среднего времени Рекордный урожаев Хорошо, хорошо Так Груши Обычный урожай Выглядит вот так Это не какой-то рекорд Или он на то дерево Посмотрите Вон детский Вертикальный Это нормально По грушам мы Пользуя Это я говорю всем Уссурийскую грушу Как по двой Удалось добиться Из 15 сортов 14 абсолютно сладких В районе 5 баллов Без всяких То есть абсолютно сладких И только один Сварок Но это производство Сибирских ученых Ну он такой Средненький Пойдем Дойдем до фаина А то мы никогда не дойдем По хлебу Деревые рекордсменные По высоте И по плодовитости До 40 Ведер Груши И До 20 Ведер Манжурский абрикос Я все время Прикалываюсь на теми Кто придумал Алилопатию И сказал Вот этот абрикос Манжурский орех Вон он выше всех Он должен был бы Уничтожить Я послушался Соседу Сказал Уничтожай Ты что С ума сошел А мы вместе Одинаково Расили сады Начиная с 84 года Так Он выпилил А они пошли Отпняем Вот так А уже хозяева сменились А эти хозяева сказали Мы отпиливать не будем Теперь Это дерево Кормит Их и меня Вы расскажите Простыми словами Что такое Алилопатия Несоместимость Жизненная Ну как Это Почему Семя разводится Нет Есть такое устойчивое мнение Что манжурский орех Не дает расти Никаким другим Плодовым деревьям Что у него есть Корневые выделения На корешках Которые убивают Рядом все растущие деревья Но Такая Близость С ним И деревья Усыпанные плодами Явно доказывает Что это не совсем так А что это скорее всего Какое-то просто устойчивое Выражение Никогда не проверяет Не проверяет Я всегда говорю Посади сам Вырасти сам Мне же пришлось Вот это сделать Я такой же дурак был Говорил Соседу выпили А ну вот все отказались А теперь оказывается Им кто-то Не работает это Теперь оказывается Соседи совершили открытие Да Способствовали Нет Они сейчас не знают Что такое Лилопатия Способствовали совершению Открытия Так Ну вот Этот у меня Спотомов Это один из Кандидатов Рекордсмены Но Начинал он С мелких плодов Больше 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 Скажем Года Ну вот Пока На этом Остановились В прошлом году Достигли 110 грамм А в этом году Не достигнут Вон там Покрупнее По-моему Там Дали Справа Вон Все-таки Это Это Бесполиво Вон они Вон Там Уже Грамм По 60 Вон они Ну а может Еще Нальются Посмотрим Так Идем Погнать Вашу работу Покажите Покажите Есть Плевали Да Три года Прошло Вот Видите Вот еще Вот Вот Посмотри Какой Буйный Рост То есть Вот это Прирост Этого Года С Начала Лета Вон Какой Прирост Двухметровый Химеру Пока А Химеру Я уже Показывал Вот Это Вот По науке Есть Химера Но Они Меня Этим Припечатают А Мне Наоборот Ну Как Сказать Ну Джордана Бруно Который Наверно Был Правее Чем Те Кто Говорил Что Это Что Она Не Вертится Ну Так же Вот Пожалуйста Химеру Любуйте Сколько Ей лет Уже Не Собирайтесь Помирать Вы же Помните Химера Короткоживущая Типа Кентавра Типа 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 Одна Из сладчайших Давайте Я все Так Одну Попробовать Все Кто Тут Был Все Начинают Типа 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 Чёрные Абрикосы Диковина Ну Их тут Много Посыпалось Много Почему Потому что Еще Нет Это не сезон Ему еще Висеть Где-то Недели Три Пока Начнет Окрашиваться Так что А чёрный Абрикос Это гибрид Со сливой У него Гладкая Кожица Похож Очень На слив Так Мы прошли Давай По Это Вот Есть такая Крайность Это как Знаете Есть люди Великаны 2,20 2,40 У них больные Ноги У них Ломаются Вот Вот такой Великан Смотрите Перебор Выдержать Это Он уже Не мог У меня Подставок Много Вот видите Подставка Допустим Вот Ну Кто бы знал Ну Шпел 5-ое 5-ое дерево Это Последствия Рекордного Урожая Особо Не переживаем Все равно Где-то Тем не менее Они Дозреют Прямо Вот На Обломки Коры Да Дозреют Вот Я делаю Таких Случай Это Упало Вчера Я Вот Эту Тальситерную Ветку Отрежу Я уже Не дозрел Вот Ту Отрежу И Чтобы Оставшийся Сот Умудрился Накормить Вот Эти Вот Чуважите Будут Полноценный 100% Ну Пойдем Дальше В общем Особо Я не переживаю Это Последствия Сами Понимаете Вот Вчера Димаш Собрал Здесь Мазух Где Агрекосы Смотрите Что Делается Здесь Дерево 10-20 лет А это Лучше Впередка Это Лучше Распортите Попробуй У нас Чесно Подумите Они Очень Вкусные Пемки Ко мне Оно попало Как Белый налив Я помню Первый мой Белый налив Он все-таки Отличался А все-таки Раннее Согласитесь Что раннее А у Михаила В саду Тоже есть Белый налив Он похож На московский Белый налив Похож Ну то есть Бывает Продолговатая Форма И круглая А дальше Запутались Когда На страницах Авторитетного Журнала Два ученых Спорили Белый налив И Папировка Одной тоже Или нет Я-то знаю Что нет А они Спорят Спросили бы У меня Но Нас-то не допускают Туда В это Окружение Даже я Знаю Что нет Так Она по-моему Такая Приплюс Но Я не Второй гигант Он стал Гигантом За 20 Месяц Бузинский Абрикос Это Мисс Это Подвой У него было Две ветки Уживлено Всего Две ветки Обе до сих пор живы Давно могли разомиться Пока рекорд был 23 ведра В этом году Будет больше Вот А уже Вчера было Первое ведро Собрано И сейчас Будет сыпаться Две недели Сыпаться Потом будет Под пять ведр Помнишь Тогда Юля При нас Я спросил Ты свидетель Какое ведро Она сказала Десятое Ну посмотрите Какой у него Диаметр кроны Огромный А что С него А кто бы Не мудрено Девять ведер Собрать За один раз При такой площади Огромной Я все Балдею на теме Кто говорит Давайте делать Чешовидную форму Ее делает природа Дерево раскрывается За счет урожая И оно делается само Вот Обернитесь Посмотрите Что там делается Это будет один Из молодых рекордов Давайте все Добедим Пусть это Маджури Ну компоты же Вкуснее Вот смотрите Что-то подъезд Это запредельный урожай Здесь должен стоять Кто-то изученный Братский изученного Именно И все это Отслеживать Тебя одна не справишь Согласись Отслеживать все это Вот это в каждом саду Может быть И должно быть Главное не красные плоды Это тот Что я условно Называю Не абрикос железово Абрикос железово Просто название Еще не придумал Может он будет Абрикос латинков Красного небесного Посмотрим А главный принцип Ну я сейчас не только вам расскажу Правильно А хорошим людям всем Главный принцип Смешанный сад Начиная с того Когда 3-4-5 поколений Вырежутся за другой Культурные Перестают Дичать Ну в этот год Они мелкие А в следующем году Опять будет Чуть поменьше Куржай Вот такие будут Да еще дожди Они пересредичат А что здесь делает Манчжурцы Раз Два Три Смотрите сюда Еще один гигант Только помни Гигант такой Это тоже Даже 20-30 людей Вот это И там еще И там Культурные В их окружении Это их крепость Это их защита Это их охрана Вы не найдете Ни одного Вот можно Крупный план В этом году Из-за засухи Немножко Покалечили Эти самые Ну в общем Есть кому калечить Так называемые Грызущие насекомые Вот Внутри Никогда нет Не будет И самое интересное Что Культурные У них все-таки Они как бы Понежнее Вот Как бы образно Это мужики Которые защищают Вот в центре Вот так Красота в центре Это защита Как бы мужики А там как бы Принцессы Пусть у них Моносовство Нежградцев Ниже Но Поверите мне Это Ипотеза Иначе Я скажу Теория Будет вот так Крутить Что Они Я Вчера на вебинаре Об этом рассказывал У них Опыление Не Для Плодношения А именно Для Неполное Плодношение Саития Это все Передает Качество От одного К другому Напрямую Через песик И чинку Ну пусть Это антинаука Но Я не могу Другого объяснения Найти Я вообще так И это Крутил И сейчас Плохо Объясняю Ладно Пойдемте До Фаиды Дойдем Все-таки Это Фаида Первое же дерево Дало В плоды Фотографии Еще До 100 грамм Весом Вот Это первое дерево Было атаковано Бабочками Пчелами Осами Ну естественно Муравьями Что дерево С трупными Этими плодами Клоды были Сожраны Прямо На дереве Вот этой Толпой Которая Не было Тогда Таких Котоаппаратов Тройной Гибрид Вегетативный Назвал Фаина В память Одной Девочке До которого В Москве Не нашлось Денег Для операции Так бывает Движение Вот Поплакал Назвал Фаина Когда я Начал Деревья Пересаживать Садить На другие Подвое Агрикосовые Эта Фаина Сразу Шекать Вы Расползли Белая Желтая Розовая И красная Вот Эти деревья Там У меня Две Фаины Растет Вот Фаина Растет Ну я Веду Куда Где Может Куда Попробовать Вот Здесь Косогор Видите Вот На этом Косогоре Раиса Угревает Ну как Б Купается В Толпе Видите Вот Точно Угощу Королевски Вот Дерем стоишь Помнишь Что мы сделали Мы тогда Напоминаю У меня память избирательная Мы отрезали Раз Два Три Видишь И Эта ветка Вот она Умерла То есть Мы брали На прививку Это Маточное Дерево Оно Не успела Родиться Уже Маточное Вот И мы Стрепозировали Вот этой Сухой веткой Так И здесь Висели Абрикос Только Намного Крупнее Были И Желтые Были Чисто Желтые И вот Это Вот Гены Вот Эти Разных Сортов Ну смотрите Подвой Манчжуриц Привил На него Академик И в крону Мощную ветку Привил Королевский А потом Уже ветки Брал С того дерева И они Расплылись На фотографии Сделанной Два года назад Она Вот и тут Стояла Она Желтая И крупная В этом году Смотрите Что делается Она еще Крашиваться будет И вот И многие сорта Даже стабильные Вот Амур У меня Увеличился В два раза Вот И много Много Даже Старые Стабильные Сорта Которые Казалось Сам черт Не брать Их Не переделаешь Никак Все Поддается И за счет Прямого Опыления То что Называется Это слово Которое Считается Неприличным Да Телегония Ну что смеешься Ну Да Вот И за счет Подвоя Улучшения Каче Вчера На вебинаре Я что показываю Держу в руках То что мы привезли Мешочек С красивыми Абрикосами И рассказываю Она была желтая И они до сих пор Ее называют желтой Какая она желтая Ну да А рядом Красные Растут А рядом красные Потихоньку Они начинают Приобретать цвет Вот немножко Станешь Когда тебя уволят Ты уж молчи лучше Пока не станешь Я вообще оператор Сегодня я оператор Пока не станешь Академиком Лучше молчи Про Телегонию Может это вырезать Этот кусочек Ну идемте Угощаться Вот это раз Два Три Вот это уже попробуйте Это уже Королевский Ну попробуйте сами Она правда созрела Я уже вчера его угосял Я уже вчера Смерть Дерка была снята Ну так На грани угося Это самое Ну такой мелкий Королевский У него даже справочники 50-60 грамм Я довел до 100 грамм Фотографии есть Ну что поделаешь Дерево ни разу не полито Была не просто засуха Она была смертельная Для многих Ну что поделаешь Нет конечно По кончику слова Ну все выкопил Ну я такой вот А Надо пробовать Те которые упали Они уже Лен Санна Знаешь Кто привал Смотрите глаза Ну-ка пошли Вот это твое дерево Если мы добавим Слове фаина Еще слава Это совидеть Хочешь Несколько поколений Вырастить Этого дерева Потянешь Смотри Мы уже Пусть ветка Отсохла Да Но я уже не выдержал Я уже с ней Сереньки брал Заранее Она уже перешел Разряд маточной Ну а вас прошу Угоститься Ой погодите Я хочу быть Очень честным С наукой Идем читаем Фаина Фаина Попередайте Ладно Снять А Бирку Снять Нет Нет Новую повесим Поедем Савидич Ну ладно Ладно Скромничай Нечего было приезжать Ко мне На производственную практику Приехала Семь лет назад На практику Студентка Говорит Я хочу у вас учиться Не в Абакан Не в Шушинске Не в Минусинск Там же научный центр Вот Ну Это уже прям сладкое Вот Да Но Она расползлась так Что Если бы я сейчас Посмотрел на бирку Сказал Я не знаю Что это Это я по бирке Сужу Память Сужал Вот такие дела Еще несколько дней Надо Тогда они все Созреют И будет Вкусно Вот То дерево То дерево Это дерево Еще есть несколько деревьев А есть ярко-красные Есть белые Вот Это неустойчивый гибрид Я совершенно Не переживаю Что они вот так Расползлись Поведем Что сказал Написал Железо И вот это слово Сейчас Железо Динансировал Нет Вот так В общем Слово Сорт Уничтожил Больше таких сортов После него уже нет Они все То есть Теперь это Как люди Все разные А попробуйте Чтобы сделать Люди одинаковыми Надо до этого Чтобы растить Два Орешка А куда ты успела Вот настоящий утеный Малча все Главное Малча А вот это вот Лесина Дикая форма Пусть плоды мелкие Но их сотни 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 Яблони Яблони Показывать не буду Есть несколько Эксклюзивных сортов Которых нет Ни одного Соберя Но они пока Вот такие Поэтому Сало Как сало Так Еще Показать Есть Седевры Вон Посмотри Начинает Этот 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 Самый Розмарин Вон он Начинает Окрасну Чудо Новые лидеры Медовая Самая сладкая После него Розмарин Вот это идет Это мои новые лидеры 23 минуты А тогда Если Давай посмотрим Есть еще Зарядка Выключай Ну Мигает А зарядка мигает Ну еще есть Плохо дело Ну тогда может быть На сегодня и все Я еще не все Шедевры показал Давайте тогда Быстро к ним Двигаться Давайте Тогда уходим Отсюда Вот Да Они через Несколько дней Через Несколько дней Наберут Сахар Давайте тогда Сколько Хватит Зарядки Все таки Вот это Наша Сергеем Гордость Включай А идет Идет Запись А идет Вот это Вот Так называемый Хочущий питомник Я его так назвал Здесь Саженцы выращиваются Продаются Видите сколько Пустых горшков Полный Это идет Так сказать Процесс Но в какой-то момент Лучшие из лучших Остаются навсегда И Вытесняют Питомник Видите там Что творится Уже яблоки Видите Там есть абрикосы Там есть грудь Вот И Те же самые Ветки На Прививку Мы берем Получается Второй этап Маточный сад Вот Эти тоже будут Вот такие вот Выживы Саженцы А саженцы Вот где мы были Они уже уходят туда Вот это Есть Хочущий питомник И я Почему Это показываю Просто так Ля-ля-ля Вот Я предлагаю всем Начинать Нет С нескольких гектаров Как многие Ой Надо засадить А саженцы дорогие Вот я показывал там Человеку Который рядом живет А у него саженцы рядом 8-10 тысяч И даже железо саженцы От 1 до 2 тысяч И те считаются дорогие Надо самому Начинается Школка Вот такая Поведи Вот так кругом Вот такая школка Вот Насадил И если сразу Достаточное количество Семян Если умеют Все они взойдут Вот такие вот Можно оставить Навсегда Допустим А остальные продать Вот И Это самое Кстати Для канала Усадьба Я буду Все Закончил Закончилось это Нет еще пока идет А идет Ну тогда пошли еще хорошие А то бы я сейчас начал Это я показываю Что надо закругляться Пойдем Пойдем Покажи Стал быть рыжим Вот Вот теперь По логическому описанию Он должен быть ровно окрашенный Но теперь С некоторых пор У него появился Розовый бочок Да в том-то и дело Соседи Я это все называю Непонкучим Ветром надувать Точка Я называю Несколько причин Это Визен Память предков Влияние Подвое Это самое Влияние У каждого Практически Плода Есть Мама и папа То есть Влияние Второго Супруга И Наконец Телегония Вот четыре И попробуйте угадай Почему он Покраску поменял Никто Никогда не угадает Я уже думал Может к вам обратиться Может быть Пора гистохимией Заняться Ну вот Это называется Родовая память Это мой Из четырех У меня важнейший элемент Это родовая память Она тоже Кстати Генетиками не признается Ну пойдемте Еще Посмотрим Когда я сказал Что изменились Амуры Они были Ярко красные С годами Поменяли свою окраску Что я могу сделать Вот Все получилось Они всегда были Мелкие Наравне с этими С манджурцами Но ярко окрашенные Косточка отделялась Интересно Вот я его испортил Да А вот Вспомнил Курдионов сказал Уже уже упразднил Понятие сорта Вот эту неделю прожил И понял Что Вот Все уже Уже не гомот Уже косточка не отделяется Ну попробуйте Все равно интересно Так Осталось Отраска На две половины И какого-то аромата Нет Мне кажется Нет аромата Так Теперь пойдем Вот так Тут не пройти Ага Вон что-то там Насыпано Пойдем Там у меня есть Новая сорта Слив Абрикосов Не сорта А брасы Или формы Вот смотри Переделанные чувства Дерево